Итак, здравствуйте. Кения. Территория 582650 квадратных километров. Дата независимости 12 декабря 1963 года от Великобритании. Население 48 миллионов человек. Валюта кенийский шиллинг. Несмотря на то, что экономика страны постоянно растет, в стране сохраняется высокий уровень безработицы 35 процентов и экономика в основном аграрного типа. Кения торгует кофем, чаем, сахаром, кукурузой. Также 60 процентов экономики дает туризм. Добыча полезных ископаемых практически не развита, хотя страна богата на золото, рубины и даже нефть. Также, что интересно, Найроби, столица страны, главный финансовый центр Африки. Все торговые сделки, товарообороты и финансовые операции проходят через Найроби. Еще, в отличие от многих стран Африки, здесь стабильный 4G интернет и чистая вода из крана. Туристы часто привозят из Кении сувенирные маски. Эти маски кенийцы придумали специально для туристов, потому что в национальных верованиях и традициях кенийцев маски не имеют никакого значения. В Кении два официальных языка – английский и суахири, но также многие племена используют свои языки, их около 70. В школах дети имеют право выбирать, на каком языке учиться. Связано это с тем, что правительство не хочет развязки межэтнических войн. Жираф Ротшильда. В Кении находится единственный в мире центр защиты от исчезновения редкого вида самых высоких наземных животных – жирафа Ротшильда. Это уникальный вид жирафа, назван в честь Уолтера Ротшильда, известного британского банкира, финансиста, политика и зоолога, который впервые его и описал. Исследователь обратил внимание на три факта. Особи этого вида – самые высокие из всех жирафов. В отличие от сородичей, у них присутствуют на голове не два, а пять рожков. Шкура животных покрыта необычными широкими узорами в виде пятен, по краям которых идут изогнутые белые полосы. Кофе Найроби. Кения славится одним из лучших кофе в мире. В свою очередь, один из самых уникальных сортов кофе, имеющий во вкусе выраженные нотки черного шоколада, назван именем столицы Кении Найроби. Кстати, полное наименование этого города – Эвасу Найроби, что переводится как «холодная вода», по названию одноименной реки, протекающей в нем. Заповедник Масаи Мара – один из самых посещаемых и значимых заповедников в Африке. Находится на границе с Танзанией и национальным парком Серенгети. Обе территории составляют единую систему, в рамках которой существует большее разнообразие местной фауны. Масаи Мара – это бескрайняя африканская саванна, по которой на большие расстояния перемещаются миллионы животных во время Великой миграции с мая по сентябрь. Форт Иисус находится в городе Мумбаса и является одной из его основных достопримечательностей. Форт возвели португальцы в конце XVI века. Он использовался для обороны от враждебно настроенных африканских племен и турецких захватчиков. Много раз фортом пытались завладеть арабы, так как крепость очень удачно расположена и со временем стала лучшей гаванью всего континента. В наши дни в стенах укрепленного форта открыт музей. Форт, кстати, так и не был ни разу взят. Руины Гэди Остатки исчезнувшего города в тропических лесах Кении. Исследователи до сих пор не ответили на вопрос, что случилось с населением, почему Гэди пришел в упадок. Считается, что город возник в XIII веке. В нем проживало приблизительно 2500 человек. В результате раскопок здесь найдены предметы из различных и довольно отдаленных частей мира, что говорит об активной торговле местных жителей с купцами из разных стран. Город-курорт Малинди. Современный туристический центр, соперничающий с Мамбасой. Город делится на две части. Первая застроена дорогими магазинами, клубами, отелями и казино. А вторая представляет собой старинный арабский квартал с аунтетичным ресторанчиками, недорогими гостевыми домами и всем сопутствующим антуражем. Пляжи курорта считаются лучшими в Кении. Сюда можно приезжать круглый год, так как погодные условия располагают к отличному отдыху. В Кении нет общественного транспорта, по крайней мере государственного. Местные жители и туристы передвигаются на фургонах, напоминающие наши маршрутки, которые здесь называются Матату. Компания Nike несколько десятилетий назад сняла рекламу новых кроссовок с участием членов одного из кенийских племен. В конце ролика молодой африканец произносит фразу на своем языке, а на экране возникает слоган «Nike – Just to hide – просто сделай это». Реклама пользовалась успехом, пока ученые-лингвисты не заявили, что кенийский юноша говорит совсем о другом. Он сообщает, что такие кроссовки ему не нравятся и просит принести большие башмаки. В Nike признались, что знают об этом ляпе, но надеялись, что этого никто не заметит. Спасибо за просмотр. Пока-пока.